Ты говорил, что фаворит боя, если я не ошибаюсь, Вартанян Раисов, это Раисов. А вот за счет чего один может победить другого и другой этого? Знаешь, я твердо убежден в том, что когда бойцы находятся на примерно одинаковом уровне, побеждает тот, кто больше этого хочет, тот, кому это нужнее. Что бы сейчас Эдик не говорил здесь про мотивацию, про настрой, про остальное, есть время определенного бойца. Его пик, его время, по ощущениям, исходя из его последних выступлений, осталось где-то в 18-19 годах. Он реально был крутым бойцом на тот момент, реально был на пике. Сейчас не чувствуется этого огня в нем. Представь, когда ты побеждал таких бойцов, как Устер Магомед Гаджидаудов, когда ты побеждал таких бойцов, как Александр Шаблей, Андрей Кошкин, ты проходил эти этапы, был временным чемпионом и так далее, и так далее. После этого вернуться снова и настраиваться на голодного молодого бойца, который рвет и мечет, у которого глаза горят на юз Фраисова, это тяжело. Это практически против природы. Конечно, всегда бывают исключения из правил и так далее. Мы можем ошибиться, и завтра Эдик может выйти и просто удивить нас всех. Но мы же не узнаем этого, пока это не произойдет. Мы лишь можем мыслить по тому, что мы видим. Посмотри на последние бои Эдика. Начиная от боя с Коковым, потом в другом промоушене, с Митчеллом Сильвой, с Тубарао Батистой и так далее. Но это не те выступления, не те соперники, не тот Эдик, которого мы ждали. И после возвращения его в лигу ACA с Илунгой тоже. Понимаешь, вот такой вялый стиль. Возможно, были проблемы с настроем. Может быть, эти имена не будоражили парня. Может быть, травмы были. Может, реально завтра покажут. Но из того, что мы исходим, я исхожу. Я думаю, Юсф фаворит просто потому, что ему нужнее. Я всегда привожу в пример бой Раисова и Хакрана Диаса. Прошлый соперник Юсфа. Статусный, сильный, реально, который очень равный бой с тем же Абдул Азизом провел. И мы даже считали, что он фаворит, он выиграет у Юсфа. Но вы видели, Юсф выиграл 3-2 по раундам. Почему выиграл? Потому что, когда было 2-2 по раундам, и когда решающая пятиминутка, просто ему было нужнее. Он провел этот последний 1-2 тейкдауна. И просто за счет желания, мотивации, готовности идти до конца забрал этот бой. Не потому, что он выше уровня. Вот и здесь я считаю, что просто парню нужнее, и мотивация встретиться в финале с тем же Резниковым, со своим обидчиком. Я думаю, это нечто большее, чем просто деньги получить, гонорар получить какой-то. Что-то у тебя больше должно быть, чтобы какие-то сверхусилия прилагать. Мне так кажется. Ну а так, конечно, как бы я ни говорил, я верю все-таки. Я даже так говорю специально, чтобы, возможно, где-то Эдик меня услышит, и это его разозлит, и он включится. И чтобы он вернул свою прежнюю версию. Тогда это будет очень крутой бой. Но фаворит для меня все равно Раисов. Небольшой, но Раисов. Вот по потенциальному финалу, я думаю, подавляющее большинство болельщиков ждет финал Раисов Резников. Если такого финала не будет, как ты к этому отнесешься? Расстроишься? Нет, абсолютно не расстроюсь. Я, более того, я предполагаю, что такого финала не будет. Потому что, мне кажется, или в Артанян здесь все-таки, я допускаю, или в большей степени даже Алексей Кошкин там могут удивить. Потому что, ну, Кошкина вообще болельщики, я смотрю, ни во что не ставят, грубо говоря. Они вообще не считают его соперником. Я бы так не стал говорить. Парень большую часть карьеры в 70 провел. Дрался за пояс. Пятираундовые поединки есть. Опыт есть. Проходил через победы поражения. Поражения не были тяжелыми в плане урона. Ясный ум, хорошая стойка, физически сильный, защита от борьбы. Вот это вот, единственная защита от борьбы, все к этому и сведется. Насколько он сможет оставаться на ногах. Поэтому я допускаю, что финал может быть Раисов, Кошкин или Вартанян, Резников. Ну и, естественно, Резников, Раисов. Этот вариант, он, наверное, лучше будет в плане какой-то предыстории. Это реванш, громкий реванш. Чего греха таить? Для болельщиков это самый интересный бой. Но мы не болельщики, мы организаторы. Мы делаем бои, а кто там выиграет уже. Да, мы допускаем, если будет это, да. Если это будет, по большому счету нам без разницы. Поэтому не удивляйтесь, если бойцы как бы разрушат планы болельщиков, скажем так. Вот Юсуф сказал, что он подписан на гран-при именно. Как я понимаю, у Резникова та же самая ситуация. А думали ли, может быть, если не будет финала, организовать бой вне гран-при? Потому что все ждут этого боя. На самом деле, нам просто надо дождаться окончания этого гран-при. И после этого мы будем уже исходить, скажем так, из того, что получилось. Если они встретятся в финале, это будет, наверное, с медильной точки зрения, самый удачный момент для их боя. Если кто-то проиграет, кто-то выиграет, это все равно можно сделать. Есть же история. В конце концов, какая разница, кто кому проиграл, если в первом бою выиграл Резников и сейчас у них реванш. А если оба проиграют, ну это тоже, в принципе, уравнивает тогда их шансы. Поэтому, как бы, этот бой, мне кажется, должен состояться. Если есть у кого-то вопросы, они должны быть закрыты. И я думаю, российская ММА, да и в целом ММА на постсоветском пространстве нуждается в таких противостояниях. Особенно сейчас, когда нет таких громких боев, когда наши потенциальные или уже состоявшиеся звезды, кто-то ушел в тень, кто-то на закате, кто-то просто не хочет быть активным. Я думаю, должны появляться такие истории. И это то, что должно произойти. А как считаешь, кто фаворит в бою Туменов-Гончаров? Честно, в связи со всем, что произошло, у меня котировки в своей голове менялись. Сначала, как и все, я думал, что это явно Туменов. Потом я понимал, что не так прост Гончаров. Но сейчас, я скажу так, есть вес больше у Гончарова. Полтора килограмма, да? Ситуация получилась, но получилось и получилось. С этим ничего не поделаешь. Это преимущество для него. В плане психологии я сейчас попытался почувствовать. Мне кажется, Биберт более уверен в себе, более сдержан. И более расслаблен. И мне кажется, он немного напрягает как раз-таки Андрея. Исходя из того, что было на матч ТВ, там тоже было ощущение, что Биберт немного хозяин ситуации. Но это все расклады, котировки того, что происходит до выхода в клетку. А мы знаем, когда Андрей выходит в клетку, он просто замыкается на себе, на сопернике делать свое дело. Были и до этого моменты, когда казалось, что горит, где-то слетел. Вот казалось, с тем же Беморзаевым он слетел с боя. Да, там была понятная ситуация, диагноз и так далее. Но многие говорили, а хочет ли он этого боя? А он просто после этого, через какое-то определенное время вышел, через полгода. Как ни в чем не бывало, убрал парня, который шел на серии с 14 побед. И тоже было ощущение, что он немного горит, находясь и рядом с Апти и так далее. Возможно, он и горел. Но это же не значит, что если ты горишь или переживаешь, что ты будешь хуже драться в клетке. В конце концов, важно то, что там произойдет. Мы можем лишь гадать. Исходя из того, что я сказал, всего, я реально считаю, что равны шансы. Если брать навыки, очевидно, что таких рук, как у Биберта, нет ни у кого. Если вы хотите обмениваться ударами с Бибертом, вы упадете в нокаут. Это однозначно. Но тот же Матмуратов не упал, потому что он не рубился. Он передвигался, где-то ногами работал, где-то практически более грамотно. И достоял. Да, проиграл, но достоял. Стойки я имею в виду. Ну, Амаров выиграл, но такой борьбы, как у Амаров, у Гончарова нет, да и мало у кого она есть. Поэтому, я думаю, все-таки имеет смысл Гончарову работать по этажам. То есть руки, ноги у него неплохие, клинч, постоянно в клинче, чтобы уматывать. А Бибер, он будет прессинговать, как бы, и пытаться донести свои тяжелые удары. Очень тяжело этого парня сдержать. Когда вот я возле клетки сижу, когда он дерется, и представляю, вот если бы я был напротив него, просто человек режет углы, постоянно давит, идет на вас, и максимально некомфортно. И даже в борьбу зайти опасно, потому что он постоянно контролирует дистанцию, готов встретить вас. Чтобы к нему в борьбу зайти, это еще надо подготовить. Поэтому очень тяжелая задача для Гончарова, но при этом и Бибер сам пропускает удары. Не сказать, что у него стопроцентная защита. Если Гончарова попадет, он тоже может свалить. Нельзя недооценивать его ударную мощь. Поэтому 50 на 50. Я понятия не имею, что там будет. Там разные сценарии. Я думаю, это один из лучших боев в плане спортивном, на постсоветском пространстве, ММА. Да и в Медина вы уже видите, насколько вырос этот бой. Я думаю, победитель данного противостояния, он очень такой серьезной звездой станет. И они, в принципе, уже на пути к становлению этого. Они подрались на Матч ТВ, сейчас немножко потолкались на битые взгляды в отеле, встретились. А приходилось как-то усиливать меры безопасности или с ними говорили, что не сорвите бой и не надо там никаких инцидентов? Общались, но не то, чтобы не сорвить или что-то. Просто общались с представителями команды. Просто пытались понять. Вот я лично общался с представителями команды Гончарова после того, что на матче случилось. Я просто поинтересовался, как Андрей себя чувствует. Честно, нас больше беспокоило, чтобы бой не сорвался. Мы, как организаторы, вынуждены были беспокоиться об этом. То, что произошло там, это федеральный канал. Мы их отправили, и это полностью уже их ответственность. Их ведущий, их студия. Если ведущий там это допустил, то мы бессильны. Ну а здесь мы всегда на месте, мы можем разнять, у нас есть охрана. Мы-то понимали, что здесь ничего не будет. Да и вчера в гостинице даже, по ним уже было понятно. И Биберт говорит, он рядом с отцом, я с дядей и так далее. Ну это уже не серьезно было бы. А тут, как бы, они могут все-таки им драться надо. Они могут свои эмоции именно здесь показать. И не то, чтобы, знаешь, этих эмоций нет или что. Да, есть, они недолюбливают друг друга. Есть, они раздражители друг для друга. Но там нет какой-то вражды. Просто они раздражители, и больше всего, наверное, они конкуренты. Два молодых льва, два альфа-самца борются за место под солнцем. Оба хотят быть на вершине. В принципе, они оба так идут. Поэтому, я думаю, это такая естественная ситуация. Недавно в интервью Метарейтингс ты говорил про потенциальных новичков ESEA. Вот в продолжении темы. Есть же Мустафаев, он ушел из UFC. Ну, про Мустафаева меня никто не спросил на тот момент. И на тот момент он не ушел еще. По крайней мере, об этом не говорили так массово. А Мустафаев, я считаю, потенциально может вернуться в ESEA. Но, опять же, чтобы правильно понимали, мы не обсуждали эти трансферы, скажем так, подписания. Чтобы что-то предметное вам сказать, мне нужно это обсудить. Мы не обсуждали. Я лишь могу сказать то, что я думаю. Усилит он? Однозначно усилит. Потому что он дрался в UFC. Он побеждал Рафаэля Физиева, который в топ-5, да, или в топ-10. В топ-10 точно он, да. Который идет на серьезной победной поступе. И проигрывал, в принципе, таким неоднозначным решением Брэда Риделу, который проиграл тому же Физиеву. Поэтому просто его проблема была в том, что он простаивал. Я не знаю, с чем это связано. Или что там было. Это как раз-таки доказывает то, что не всем UFC подходит. Улететь за океан и ждать, что там на вас какую-то ставку сделают. Нет. Тот же Хабиб как долго пробивался к титульному бою. Через что он прошел? Сколько боев он выиграл? А не каждый способен так терпеть. Не каждый имеет возможность находиться в Америке так долго. Это, ну, недешевая жизнь. Поэтому я думаю, просто Магомед Мустафаев стал, скажем так, даже не жертвой, это грубо будет сказано. Просто вот на него не сделали ставку на парня. Вот не сделали ставку, не вели, часто не дрался. Потому что в этом весе был Хабиб. Ислам за ним шел, понятно было. Тот же Царукян появился. И плюс где-то, возможно, не хватило ему самому харизмы. Не смог он проявить языковой барьер. Он парень скромный сам по себе. Но здесь у нас, когда у нас есть, скажем так, в основе спорт, конкуренция, я думаю, он пришелся бы ко двору. Но при одном условии, что дерется со всеми. Еще один потенциальный новичок, ну, или как, ну, Нариман Абаса, в общем. Он не пробился в UFC, про него довольно давно после этого ничего не слышно. При этом ранее, по-моему, ты говорил, что было бы интересно, чтобы Абаса был бы... Почему нет? Потому что Нариман интересный парень. Мы же не можем обесценить человека из-за того, что он проиграл бой впервые, там, за 15 или сколько-то поединков. Ну, проиграл и проиграл. Опять же, он уехал за океан, за сколько он туда прилетел. Этот фактор многие недооценивают. Акклиматизация. Тот же Оливейро в Абудабе, как дрался. И как он дрался на своем континенте, скажем так. Ну, через континент. Южная, Северная Америка. Поэтому этот фактор тоже недооценен. Из-за одной неудачи мы не можем его списывать. Он же не перестал быть интересным. Он интересен. Конечно, в идеале было бы, если бы он закрыл поражение и пришел бы к нам в лигу. Он однозначно усилил бы легкий вес. И не только в плане конкуренции, но и в плане свежей крови, чего-то нового, эмоций и истории. Он же такой харизматичный парень. У него есть аудитория, за него болеют постоянно азербайджанские флаги, когда он дерется. Я думаю, это было бы круто. На самом деле. Но никто не обращался к нам. А мы бегать за кем-то не собираемся. Но не то, чтобы мы в нем нуждаемся. Если нам кто-то нужен, мы обращаемся. Но не то, чтобы он нам сейчас нужен, или мы в нем нуждаемся, или что-то. Но, с другой стороны, интересный парень. Если они готовы общаться, почему бы и нет, мы будем общаться. Как я понимаю, Сей сделал предложение Сарнавскому. И после этого вроде как нет новостей. А есть какой-то дедлайн, может, что предложение пока есть, а потом оно уходит? Ну, мы не стали так жестко ставить вопрос. Мы ему предложили новый контракт. Мы ему предложили чемпионский бой против Абдул-Азиза Абдул-Ахабова. Реванш. Первый поединок был очень равным, очень зрелищным. Я думаю, мы все с радостью посмотрели бы на повторный бой. Плюс у Александра Сарнавского на протяжении всей его карьеры не было пояса. Это тоже важно. А сейчас у него шанс выиграть в одном бою один бой и пояс. Ну, мотивация серьезная. Когда он завершит карьеру, сынок у него спросит, папа, от чего ты добился ММА? Он сказал, я дрался с теми-то, я дрался с это, я был топ-10. Ну, и что? А где пояс? А если есть пояс, который он мог бы показать в крупной лиге, я думаю, это было бы круто. И поэтому, я думаю, это такой, один из самых главных аргументов того, что он вернется в Лигу Эйсей. И то, что его могло бы вернуть, скажем так, в Лигу Эйсей. Мы на это надеемся. Дедлайна он не устанавливали, лишь потому, что наш чемпион пока тоже не... У него личные проблемы, скажем так, личные вопросы, я бы сказал. Он тоже не дерется. Поэтому мы пока не спешим, не подгоняем никого. Анонсировали бой Багова с Гаджи Даудовым. А какая ситуация с Магомедовым Рашидом? У Рашида закончился контракт. Мы в устной форме обсудили с ним, что дальше, чего бы он хотел. Но не прямо, а так косвенно он намекнул, что новый контракт он подписывать не хочет. Его сейчас интересуют, особенно после этой ситуации, интересуют одиночные бои. Он не хочет обременять себя длинным контрактом. У него и возраст не тот. Ну, никаких вопросов это его право. Поэтому мы не стали возражать. Последняя вот такая тема громкая. Слышал ли ты слова Карелина про ММА? Да, я слышал. На самом деле, знаете, это такая очень непростая тема. Не хочется лезть в то, что говорили другие люди или так далее. Вот просто я скажу одно. Сан Саныч – это легенда. Легенда спорта. Это человек, который может многое позволить себе сказать. И будет неправильно, если мы сегодня будем его в чем-то обвинять. Если человек корректно выразил свое мнение, если он действительно не считает ММА спортом, ну, какие вопросы? Тем более он это так мотивировал, аргументировал. Понимаете, я всегда... Я не думаю, что ММА – это вообще не спорт. Ну, как не спорт? Тут и бокс, и кикбоксинг, и борьба. Все тут есть. Но не может не быть спортом. Но я бы сказал, не только спорт. Это больше сфера развлечений. Понимаете? А там ребята поднимают флаг, стоят на пьедестале, прославляют родину. Вот сама идея спорта, она там. Единоборство. Там традиции. А тут, как бы, ребята выходят, зарабатывают деньги и ищут славу. Понимаете? Тут нет идеи поднять флаг в большей степени своей. Конечно, безусловно, когда ребята выходят, я уверен, что флаг их будоражит. Это не без этого. Но сама идея спорта, главное, здесь немного размывается. Здесь больше вот пиар, бизнес для организаторов. Хоть в России это тяжело делать, но все-таки какой-то этот... А там вот ковер покажет. Вот это высказываю. Ковер покажет. Максимально правильные парни. Поэтому и Медина их мало кто знает. В большинстве своем. Кроме тех же чемпионов, каких-то уникумов, как Карелин, Войсар Сайтиев, Абдурашид Садулаев и другие, другие. Понимаете? Но если он так говорит и выразил свое мнение, и плюс вот то, что он сказал, смешивать что, водку с пивом. И он такую фразу сказал, на второе утро болит голова. А если вот так, ну, более глубже копнуть, когда дерешься, у ММА бойца тоже болит голова на второй день. Может, мы просто, ну, мы, может, слегка поверхностно его поняли. Потому что, ну, в целом-то он говорит вещи нелишенной смысла. Ну и плюс уважение к этой фигуре, как бы, я не думаю, что сегодня ММАшники должны вот там это, не должны. Просто, ну, человек высказал свое мнение. Мы настолько его уважаем, что принимаем его мнение, но не соглашаемся с ним. Может же быть такое. В чем-то не соглашаемся. Поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. И я думаю, еще нужно учитывать в контексте, чего это было. Ему задали вопрос, его подвели к этой теме, он ответил. Вот. И по большому счету ничего такого, знаете, он плохого не сказал. Ну, не любит человек ММА или даже, правильнее сказать, ну, не воспринимает как спорт. И человек, который в спорте увидел все, который три раза олимпиаду взял, имеет право? Я думаю, имеет. Больше, чем мы все вместе взятые имеют, я думаю, размышлять. Мы тоже, как бы, не стоим на месте, двигаем эту сферу, проводим турниры, как бы я, и тем более, он же сказал, это все не отменяет того факта, что там какие-то нагрузки, там, атлеты высокого уровня. Это не отменяет. Просто вот сама идея. У нас тут стригут ногти на пальцах, образно говоря, там волосы убирают, а там человек лежит, его бьют в лицо. То есть, понимаете, что противопоставляется? Это нужно более глубинно понимать и не спешить с выводами. Поэтому, как бы, вот так. Вот сегодня появилось на ТАСе высказывание Федора, и Миляненко он ответил Карелину. Но вот вопрос про то, что Федор опять сказал, нужно запретить попом МА. А считаешь ли ты, что нужно какими-то запретительными мерами подходить к попом МА? И зачем это вообще запрещать? Знаешь, я не смотрю попом МА, честно. Я ни один бой от начала до конца не посмотрел. Но я вижу, что так или иначе они мелькают. Я скажу так. Я сторонник того, чтобы, если люди не заходят за запретную зону, не мешают жить другим людям, не являются, скажем так, нарушителями закона, это имеет право быть. Вот если есть это попом МА, я считаю, они имеют право быть. Да, там есть определенные моменты, когда оно реально определенная грязь и так далее, и так далее. Это, я думаю, нужно регулировать для того, чтобы, во-первых, все-таки и влияние на подрастающее поколение, мы очень недооценим этот фактор. Когда у вас появляется условный герой, попом Машник, и он себе позволяет такие фразы, там энное количество подрастающего поколения мальчишек будут думать, что это правильно, раз такой известный человек так себя ведет, и мы будем. Это очень пагубно, и это действительно очень страшные вещи. И вот в этом плане, конечно, не хотелось бы открытой грязи, но там есть и позитивные моменты, там и спорта хватает на самом деле, там неплохие бои, вот по этим, судя по нарезкам, и судя по именам, которые там мелькают. Есть положительные моменты, поэтому я не готов сегодня сказать, что надо это все запретить. Модернизировать немного, улучшить, очистить, возможно, но полностью, опять же, Федор знает намного лучше меня, как бы я ни в коем случае не пытаюсь ему советовать. Это такая же фигура, как и Карель, в принципе, такого масштаба. Поэтому, как бы это его право, тем более он президент союза ММА России. Если он считает, что это надо, ну, наверное, надо для него. Но если вы спрашиваете мое мнение, я не вижу в этом ничего плохого. Даже с учетом того, что эти ребята у нас там львиную долю внимания забрали, где-то появились, и знаете, такое внимание, болельщика рассеялась на попом, и когда их не было, все за нами следили, только за нами. Поэтому, ну, это здоровая конкуренция, почему бы и нет, а где-то нездоровая. У них, конечно, инструментов больше, чем у нас. Мы в такой более узкой сфере работаем и в узких, таких ограниченных возможностях. Последние два вопроса. Тебя удивило, как легко Махачев разобрал с Оливейрой? Да, очень удивило. Оливейра лучше G-C, Р UFC, рекордсмен по финишам, рекордсмен по сабмишнам. Просто не можешь 10 секунд в базовом, в таком простом приеме. Да, кто-то скажет, перед этим был нокдаун, но с тем же Чендлером тоже был нокдаун, отдал спину, выбрался, хотел выбраться. А тут такое ощущение, что даже и не хотел. Не хотел, почему? Потому что, возможно, перегорел, возможно, понимал, что даже если выберется, оттуда не сможешь продолжить, возможно, устал, возможно, акклиматизация. Я не знаю, но разочаровал этот бой меня тем, что я ожидал его очень долгое время и мне хотелось какую-то конкуренцию получить. Я хотел насладиться боем примерно на том же турнире Гамрат против Дарюша. Вот реально бой, с которого я кайфанул, получил удовольствие. Ян против Омели. Шикарный бой, реально, было очень интересно. А тут, да, Ислам выиграл, Ислам молодец, я его поздравляю, но как болельщик мне просто хотелось, чтобы Ислам выиграл, но в таком бою, чтобы и болельщики понимали, что он сверх настоящего чемпиона. Но для Ислама это хорошо, а для болельщиков нейтральных, наверное, не очень, потому что мы ждали конкуренцию. Я не знаю, что с ними происходит, когда они выходят, тот же Геджи с Хабибом, другие. Возможно, настолько вот эта аура, это все, не скажешь, что в разрыв науках такой большой, но ты такой крутой джитсер, реально не можешь защититься от этого приема. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, психология, что-то там происходит. Мы можем догадываться. Последнее. Петр Ян проиграл Омели, снова спорное решение, снова равный бой. Как ты оцениваешь это судейское решение? Второй раунд выиграл Ян, третий раунд выиграл Омели, я считаю. Первый раунд можно было отдать туда-сюда. Отдали бы Петру, это было бы хорошее решение. Отдали Омели, это тоже не самое страшное решение. Мы должны понимать, что Омели очень много попадал. И это очки. Каждое попадание от очки. Если мы говорим об ущербе, ущерб с его стороны тоже был. Не меньше, не меньше, если не больше, чем у Яна. Тейкдауны, я уже не помню в каких раундах, но Петя из этих тейкдаунов не извлекал каких-то больших дивидендов. Тейкдаун, опять же, если ты сидишь и считаешь, тейкдаун, это черточка, балл, то, что ты у себя здесь фиксируешь, перевел и перевел, а что дальше? Дальше позиция гард или с чего-то. Улучшаешь ли ты позицию? Проводишь ли ты граунд и паунд, добивание? Выходишь ли ты на болевой опасный прием? Являешься ли ты, скажем так, автором попытки финиша? Подошел ли ты близко к около финишу? Ничего этого не было у Яна, когда он переводил. Они снова возвращались в стойку и снова Ян попадал, Омели попадал. Ян больше первым номером работал, но насколько я изучаю судейство, работа первым номером это лишь третий аспект. Первый это результативность и ущерб. Лишь потом. В результативности я считаю, что и в ущербе все-таки Омели был впереди в первом и в третьем раунде. Но опять же, первый был настолько равным раундом, мы знаем, что Петя запрягает. Если бы его отдали ему, это тоже было бы нормально, но говорить о граблении, там это, то все, я считаю, нет. Сам Петя, мне кажется, в последних двух боях что-то в нем не то. Или, возможно, соперники уже его просекли, уже поняли, как с ним драться. И, возможно, мотивации у него нет. Но то же самое я считал, что первый, второй бой против того же чемпиона, два раунда, очевидно, были за Петей, два раунда за Стерлингом. Да, Стерлингом. Вот первый как раз, там тоже был первый, когда Петя запрягал, кому отдать. Петя поддавливал, но практически не выбрасывал ударов. А тот двигался, что-то выбрасывал. А это очки. Мы должны понимать, что судьи сидят и считают. Они не поддаются влиянию комментаторов, толпы, они просто закрываются в своем вот этом мнимом, скажем так, пространстве и просто считают тупо очки. Потому что есть понятная система. Результативность – ущерб, понимаете? И дальше уже центр клетки и так далее. поэтому эмоциями. Я уверен, что те, кто говорят, что засудили, они даже не пересматривали бой. Они просто где-то услышали, а засудили, все засудили. Понимаете? Или кто-то так хочет говорить. Опять же, это был близкий бой, где Ян, скажем так, по картине боя не заслуживал поражения на первый взгляд тоже. Отдали бы ему, опять же, повторюсь, это было бы неплохо. Но не отдали. Не знаю почему, как бы, просто решили, что вот именно вот эта результативность, вернее, знаю почему, потому что результативность и так далее. В таких равных боях жаловаться, пенять на себя надо, а не жаловаться. Когда от того, что такого равного, скажем так, исхода, бой, его могут отдать в любую сторону. Редактор субтитров А.Семкин